А почему нельзя ставить машину? Почему нельзя машину ставить? А здесь каким знаком запрещено? Запрещено, останавливается. Да, ну соответственно, что? Соответственно, я могу здесь останавливаться. Вы можете останавливаться. А вы кем являетесь? Я могу просто сейчас ПСБ вырезать. Ага. Ну вызывайте. Вызывайте. Есть инспектор, который может подойти мне и сделать замечание. И опять же, я ему сошлюсь на знак. Вы остановились на том, что... А здесь нет, в принципе, ненадолго. А что ты тут говоришь? Потому что здесь запрещено в связи с терактами. В связи с терактами? И... Так как это административное знание. Так как это административное знание, это... Нет, вы можете, конечно, по правилам, вы можете. Ну вот я по правилам остановился. Ненадолго. Если ненадолго... Ну столько, сколько потребуется нам необходимое. Что, что если? Если ненадолго, вот так можно поставить. Как вот так? Поровнее. Ну а чем мы здесь, если вам не нравится, как мы попарковались? Если мы встанем вот так вот, или вот так, будет разница? Скажи сейчас. Скажи. Время может только сюда подъехать. Ну и пусть подъезжает. В чем проблема, скажите, пожалуйста. Здесь... Здесь есть разметка, как ставить машину. Что? Здесь есть разметка. Разметка есть, как ставить автомобиль? Здесь парковка. Здесь парковка, что. А какая здесь зона, скажите? Здесь вообще нет парковок. Хорошо. А днем здесь стоят машины? Днем стоят, как с администрацией. Ну что? Скажите, чем здесь запрещено парковаться? Есть запрещающий знак? Знака нет. Значит, парковаться можно. В чем разговор она заключается? Вы можете. Мы сейчас просто так разговариваем, понимаете? Мы здесь припарковались по правилам дорожного движения. В чем проблема? И вы, может, инспектор, может быть, подойдет, поинтересуется. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Что у вас? Отдыхаем. У нас? Да. Детак. Ну вот и у нас как-то детак. Ну вам, видите, охранник пристает, что такие парковки... А вы как сами считаете, инспектор? А? Вы как сами считаете, инспектор? Мы здесь не имеем права останавливаться? Причем здесь, как я считаю. Ну вот я, вы, инспектор дорожно-патрульной службы. Инспектор, давайте так. Вы, инспектор дорожно-патрульной службы, верно? Да. Да, соответственно, как не вам знать, можно ли нам здесь стоять или нет? Верно? Причем здесь охранник? Ну что вы? Инспектор, представьтесь, пожалуйста, будьте добры. Я представился. Еще раз. Удостоверение можно? Вы обратились. Удостоверение, пожалуйста, инспектор. Инспектор, я вас попросил. Это теперь мое требование, инспектор. Вы слышите меня или нет? Это мое требование. Статья 5, пункт 4, законы полиции. Вы обязаны представиться. Вы сделали ко мне обращение. Вы со мной общались? Вы со мной общались? Вы ко мне обращались? Вы представляться будете или нет? Вы представляться будете? 36-08-92. Я сейчас вам сказал. Да, 36-08-92. Инспектор. Вы представитесь или нет? Удостоверение. 36-06-92. 36-06-92. 36-06-92, жетон. Вы читаете правильно, понимаете? Правильно? Сидя в автомобиле. Вам. Я сейчас к вам выйду. Я жду, я к вам вышел. Вы так хотели? Паспорт предъявите, пожалуйста. Вы кто? Что такое? С какого основания? Основание я вам должен. Вы все время показываете. Вы ко мне обратились? Я к вам не прошел. Не прошу. Я к вам не прошел. Я подошел к охраннику. Я пришел к охраннику. У нас с вами была дискуссия? Какая дискуссия? Мы общались с вами? Я общался с охранником. Нет. А вы вопросы мне какие-то задавали. Так вот общение, диалог, обращение, правильно? Диалог, обращение. А к чему вы обращаетесь? Ко мне? Вы ко мне обратились. Я к вам не обращался вообще. То есть вы в отказах представьтесь, да? Вам паспорт предъявите. Вы мне скажете, вы отказах представьтесь? Я вы что? Паспорт предъявите. У нас что, паспорт на визовый режим, скажите? Вы ко мне обращайтесь, чтобы я вам удостоверение показал. Я вам ничего не обязан говорить. А, вы не обязаны говорить? Нет, не обязаны. Слушайте, предъявите паспорт и я... Теперь у нас 36.06.92 Что? Досадно, конечно. Вы портите облик полицейского. Вы портите облик гражданин. С вас долго нужно требовать, чтобы вы... С меня требует. Да, да, да. Чтобы вы... Вам лично. Вам лично. Гражданин, вы обязаны представиться. Вы представьтесь, пожалуйста, предъявите паспорт. Паспорт? И тогда вы только будете показывать застверение. Только после паспорта, да? Да. И это законно? А как вы считаете, нет? С вашей стороны. А как вы считаете, нет? Нет такой очередности. Мы же на рынке. А о чем вы? Я вам, вы мне, правильно? Вы ко мне подходите, задаете вопрос. Кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Я вообще не знаю, кто вы. Может, вы просто... Не знаете. ...фотформа сотрудника полиции. А что вы ко мне? Правильно? А что вопрос вы задаете? И машину украли. Раз вы не знаете, кто я. Правильно? Вы что мне вопрос задаете? Раз вы не знаете. Вы не должны вам вопрос задавать? Вы обращаетесь, мы с вами диалог ведем. Я подошел к охраннику. Я подошел к охраннику и спросил, что происходит. Вам задали вопрос. Как не вам знать о том, что... Кто задал вопрос? Я конкретно. Вы кто? Представьте. Серов Вадим Юрьевич. Серов Вадим Юрьевич. Серов Вадим. Движение, наверное, сам Николай Васильевич. Успехов будет проведен. Успехов будет проведен. Паспорт предъявите, пожалуйста. После паспорта вы можете... Потому что можете на ЗОСК. Хорошо. Я должен сначала личность вас установить, тогда я предъявлю вам. Это ваш автомобиль, да? Так, на СОСК. 71, 28, 66. 71, 28, 66. Есть, Камил Петрович? Да нет, я дружу начальство. Позвоню сейчас. Да, я звоню. Здравствуйте. У меня обращение. По факту нарушения сотрудникам дорожной патронной службы законной полиции. Статья 5, том 4. Не хочешь представляться. Удостоверение в развертом виде требую, не хочешь этого делать. Говорит, пока я паспорт не предъявлю, не покажу удостоверение. Так, что будем делать? Находимся... Здание ЮГОЖД, это у нас РЖД? Да, РЖД. Здание РЖД. Юго-Восточная железная дорога. Экипаж номер... О, 0523. 36-й регион. Номер жетона сотрудника полиции. 36-06-92. 0523. Это у нас Приора. Да, они, похоже, уезжать собрались. Вот так вот, доблестные полицейские. Значит, федеральный закон, статья 5, пункт 5, говорит о том, что гражданин должен представиться, но нету такого, чтобы он показал свой документ, там этого не написано. Он должен представиться, то есть назвать свою фамилию, имя, отчество, и что он гражданин РФ. Если мы говорим о статье 5, пункт 5, а если пункт 4... А как я узнаю, что вы представили свои фамилии, имя, отчество? Подождите, есть закон, и в нем нету формулировки о том, что я должен предъявить документ. Есть четко прописано, что должен сделать полицейский в этом случае. Вот статья 5, пункт 4, когда я к вам обратился непосредственно с вопросом, у нас дальше начался диалог, правильно? Какие вопросы? Вы как полицейский к вам подошел когда... Вот я и говорю, я рассказываю ситуацию. Здесь непосредственно был охранник. Да, я подошел к... Охранник, вы подошли к охраннику. Представился. И вы что-то поинтересованы, он вам начал что-то говорить, я там не вникал. Ну, смысл в том, что ситуация была такая, мы не можем здесь парковаться, но как не вам об этом знать, можем ли мы здесь? Я вам что-то про парковку говорил. Вы сказали, что я только подошел... Вы не за рулем, вы не водитель, товарищ пассажир. Я участник дорожного движения. Соответственно, это пешеход, пассажир и водитель. Это участники дорожного движения. И если говорят, что пешеход или пассажир это не участник, то это заблуждение. Да. И как я могу убедиться в том, что вы сотрудник полиции? Только тогда, когда вы мне покажете удостоверение. А как он может убедиться, что вы представились именно так? А для какой цели нужно знать мое непосредственно фамилия моем отчестве? Даже представляться сначала. Вы же отказываетесь представляться. Вы мне не требовали, чтобы я представляться. Вы просили паспор nadiav. Это паспор. Если вы мне попросили представиться, кто я есть, фамилия моем отчестве, я вам сказал. Это две большие просьбы. Документ показать. Вы понимаете? Я вам задовал. Про паспорт. Я вам сказал, я обязан, я вас задал... Я не говорил отказать. Я сказал, я обязан это сделать. Вы говорите, обязан. Я говорю, спрашиваю, на каком основании, каким законом это написано? Господа, я вам еще нужен. Я так понял, что никто ничего не понимает. Покажи, пожалуйста, уже в институте не поехали заниматься своими делами. Там так и так уже все установлено. Покажу тебе, как ответственно ответственно. Так, это у нас Леженин Александр Николаевич, инспектор ДПС, лейтенант полиции. До 2015 года. Замечательно. Ну, вы понимаете, что все-таки гражданин не обязан? Мы понимаем. Пойду. Я так можно так ни херал не понимать. Уперся роботом.